пришло время приготовить кровяную колбасу давно и к этому шел и на самом деле готовил последний раз и очень очень давно и как бы не я сам готовил тут как бы все он нам не будет но так сложилось у меня подогнали сало приличное количество скажем так и часть идет на перетопку на смолец которым я потом эту колбасу если будет что заливать на вторая половина сала пойдет саму колбасу также у меня дома есть баранья печень есть свиная печень кусок и как бы покупать это ничего не надо потому что я буду делать потому рецепт который знает то есть это голова свиная то есть мы я щас куплю свиную голову на базаре отмышно базар приехали и кишки и кровь и это все что мне нужно печенком не есть еще стала есть с головы я не знаю буду или брать мясо с головы или сделать чистосально печеночную колбасу там будет видно то есть сейчас мы идем на базар и покупаем там голову кровь ну а дома уже буду снимать так и это все будет образе готовить я не знаю если честно если руку хватит что это довольно тем марки процесс и надо будет ложка твоей вымазывать крови всю неохота буду как-то стараться и снимать и делать ну шо шоу 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 все по-быстрому скупилась я на самом деле вчера еще на базар заходил перед работой заказал голову кишки и вот собственно это все в машине банка 3 литровая крови голова голова порубленная сразу чтоб я там дома не мудохался сейчас мы это везем домой голову чистим в отмачиваем и ставим варить и собственно говоря после этого продолжится изготовление кровяной колбасы вот ну а пока едем домой погода с ней хорошая хоть еще зима уже у нас ощущается полностью весна да на улице холодно вот так все погнали собственно начинает заниматься кровяной колбасой есть у меня печень сердце счет луки не забрали наверно стало печень тоже и броня и свиная банка крови куплена свежая и собственно вот иная голова не и порубили так чтобы удобно было варить на я ее сейчас варить и буду немножко помою и поставлю варить и и поставлю варить голову поставлю варить и поставлю печень варить кровь пока сторону еще может быть нет есть вот такой вот сало как бы возможно его тоже поставлю варить тоже в колбасу как бы нормальная стала и это стало за чистого бресты к это пойдет на смалец мальцами планирую колбасу кровью залить полностью вот собственно сейчас и будем начинать это делать все поставил вариться однако стрелили вторая еще в одну сегодня поместилось а сам пока вы шуха а сам пока уши поем не могу так это что за коз это что за коз это коз это что ты наливаешь коз да на синий коз не варишь колбасу колбасу да он а на какую колбасу кто вы делаете я эту я эту тоже а я эту могут выливать вот варить пока варится головам Нарежу сало на шпалки. Папа, я не люблю горь. Я тебя и не даю. Ты не даешь горь? Не даю. Горь, ты погадый. Поговорил. Прикладым за руку. Парни все, ведьmэ anderes, жестов? Куп-гэрфу? detailium. - Уupl forsicked. When using a- Парень хрустил. Продолжение следует... 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 Папа, ты колбаску сделаешь? Недавно. А что ты делаешь колбаску? И с половиной? Да. Ты не любишь колбаску вложить? Почему ты решил так? Почему это? Почему это? Ты не любишь колбаску вложить? Это же не нравится. Папа, отойди, пожалуйста, отсюда, а то будешь копочкой что-то весь. Папа. 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 Ну что, собственно, вот моя эпопея с кровяной колбасой закончилась. Получилось все достаточно много. То есть это где-то четверть того, что получилось. Уже половина, ну половина, не половина, треть точно раздал уже. И вот это осталось. Это я затащу в бате. Это нам на пробу. А эту колбасу прямо в кастрюльке, вот у меня топятся шкварки уже, смалец. И это все зальется смальцем. И так оно будет храниться. Это значит колбаса. Это уже будем на пробу. Естественно, ее уже пробовали. Вот такая вот она на разрез. Да, жирноватая, может быть, кому-то. Ну, на мой взгляд, это надо сказать. Я, если честно, вареную тут утром перехватил на работу, взял мужикам. То есть еще толком ел. Я ее запекал. Приходил батя в гости. Запихнули в духовку прям сырую. То есть я еще не сварил ее. Запихнул. Она пропеклась, но вот такая суховатая получилась. То есть вытекла в основном. А вареная все-таки она такая помягче. Получилось, в самом деле, самое то. Я, возможно, сделал бы для себя. Если бы только для себя. Сделал бы ее немного острее. То есть добавил бы больше черного перца. Ну, в принципе, для всех и делаю. То это нормально. Кому надо остроты есть горчица. Хрен там, все что угодно есть. То есть... А в данном случае вот этот... Я на шару сыпал. Даже не знаю, сколько чего я сыпал. Шкварки требуют моего присутствия. Ну, получилось, в принципе, я же говорю, самое то. Варил ее где-то на медленном-медленном огне, чтобы практически не было даже кипения. Минут 30. Каждую. То есть, ну, я брал большой казан вот этот. И в нем, ну, максимум 2-2 кружочка кидал. Она варилась. 30 минут, это, как бы, я считаю, что вполне нормально. И, в принципе, все проварилось, все отлично. Так что вот такой, как я готовил... Я не знаю, в интернете совершенно другие рецепты. Но это тот рецепт, который... Я жил в деревне, когда... Вот там готовили именно так. Я вот с кем разговаривал, у нас, по крайней мере, в Одесской области, все готовят вот так колбасу. Редко кто-то делает по-другому. Так что это наш традиционный, причерноморский, скажем так, рецепт, который я, в принципе, и рекомендую. Ну, собственно, вкусно. Рекомендую. Берите на уважение речь.